Здравствуйте, дорогие друзья! Пока начнем фильм в таком ракурсе, потому что приманок очень много, и я буду показывать, а потом уже акцентировать внимание на тех приманках, которые хотелось бы с вами поделиться. Значит, обычный стандартный набор по, вроде бы, хищнику, который я делал. Но, что хотелось бы здесь вам показать? Давайте я, наверное, возьму ручку, так будет удобнее. Вот эти приманки, которые вот лежат, больше, меньше, и меньше, ну и здесь некоторые, они изготовлены на трубке. Я показывал, перед этим был фильм, значит, для хищника. Но ситуация здесь довольно-таки парадоксальная в чем? Стандартная река, равненная, и, как ни странно, Но жерих берет очень хорошо на приманки, которые ему не свойственны. В каком смысле? Он подбирает зачастую, вот сейчас, за последний месяц, как я переписывался с заказчиком, приманки я потом увеличу. Вот я изготавливал такую муху. Я потом приближу, и мы с вами потом сможем посмотреть отдельно на те приманки, которые я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Вот это чисто для жериха. Эти вот для жериха. Волебагер стандартный, вроде бы тоже, но это под лососевую. И по просьбе заказчика, как он меня попросил, значит, все стримера должны быть с глазками. Как вы видите. И по возможности, сколько получится сделать не зацепляйками. И как вы видите, вот здесь у меня некоторые имеются не зацепляйки, а остальные идут со стандартным жалом, но приманка переворачивается, то есть со смещенным центром тяжести. Значит, с этими вроде бы понятно, да? Больше, меньше, еще меньше. Этот напоминает хорошо, малька. Там ниже я потом, ну давайте уже так, понятно. По величине больше, меньше. С этими у нас вроде бы все понятно. Я убираю. Теперь переходим к другим стримерам. Эти стримера вот точно так же переворачиваются. И больше, меньше. Красная шапочка, как вы видите. Ну и стандартная, как я ее обзываю, курочка. Вот она выполнена в четырех размерах. Меньше, больше, еще меньше. Этот стример, ну вы не смотрите, что он лохматый. Я когда его мочил специально для заказчика, он выглядит примерно вот так. Повторяет полностью форму малька. Величина всех приманок, которые и перед этим были, от трех до пяти шести сантиметров. Стандартный набор, который очень любит наш жерех. Как ни странно, ловится вот на эти щучьи стримера. Ну, со стримерами понятно. Тоже просил меня изготовить с глазками, что я и сделал. И я не делал стримера на трубках, которые вроде бы и понятный, бюджетный вариант, и головка оранжевая хорошо флюоресируют. Значит, во всех стримерах я применял материал. Попробую сейчас убрать освещение. И если вот так показывать, то вы будете видеть, насколько сами по себе и люрекс, который я ставил, и оранжевые мои точки, они флюоресируют. То есть, все вроде бы понятно. Хорошо работает по жереху, как ни странно. И с превеликим удовольствием на нее иногда реагируют головы. Ну, и понятное дело, если окунь-щука, то здесь уже деваться некуда. Ну, а теперь давайте мы перейдем. Я сейчас сделаю стоп, закадрирую. Уменьшил немножко фокус. И теперь что получается. Вот, я уже вязал и показывал неоднократно у меня из старых фильмов. Имеется вот такая вот симпатяга муха с зелеными глазками и с блестящим телом. Ну, с натяжкой ее можно, конечно, назвать мухой, но в то же время, как ни странно, но жерех эту такую приманку он берет. И берет на раз. Значит, здесь из того, что вы сейчас вот увидите, пусть тогда, пусть тогда, наверное, я это... Значит, так поставлю и, и, и... Попробуем сейчас сдвинуть так, чтобы оно все у меня поместилось. Значит, теперь смотрите, вроде бы влезло почти все. Попробуем еще вот так расширим наших креветочек. И сделаем вот такую составную конструкцию, чтобы было видно. Вот так, отлично. Значит, что получается? Здесь заказчик, как меня попросил, чтобы я изготовил ему и имитацию ручейника-паденки. Здесь у меня имеется, вот здесь, с крылышками наподобие Глории. Вот она, не могу сказать, что очень сложная и требует какого-то специфического там пояснения. Ну, стандартная на крючке F-16, гаммокацию изготовлена с крылышками, имитация паденки. Тело я изготавливал, когда, допустим, вот я обрываю перо. Я уже показывал фильмы неоднократно. У меня я потом делаю тело, мотаю для своих приманок, используя ось пера. Значит, здесь имеется Клинхаммер, Редтак, ну и мои фантазийные определенные мушки. И, как ни странно, я вот хотел акцентировать особое внимание вот на такого типа приманочку. Вот ее вроде бы видно и опушку, бусинка красная и цвет такой ближе к горчице. Значит, что последняя фотография. Буквально вот дня три назад заказчик был на рыбалке, продемонстрировал мне ту приманку, на которую он спокойно ловил жереха. И показал уже те, которые у него были старые. Если кто помнит, я для зимней рыбалки изготавливал вот такие провокаторы. Значит, там используется вот специальная вот такая пленка, она галлографическая. И в зависимости от того, на какое тело, допустим, светлое или темное, мы ее прикладываем, она имеет свой оттенок. Вот как вы видите, здесь она зеленая, желтая, непонятная. На черном она уже смотрится зеленым оттенком под муху, ну, муху, которую я делал. Здесь же, где тело коричневое, она отливает больше красным. И попросил меня изготовить всевозможные вот такие, как вот эти бокоплавчики. Я делал своего рода провокаторы. Все они хорошо светятся со светоотражающего даббинга и люрекса изготовлены. И все они хорошо, вот как вы видите, блестят. Ну, а остальное, в принципе, это не столько заслуживает внимания, сколько, допустим, появилась у меня новая приманка. Отчасти она никаких секретов не имеет. Это вот вроде бы как жук чем-то напоминает нашего солдатика. Но заказчик выслал фотографию. Отличается рисунком, формой тела. И у нашего жучка имеется вот такая шея длинная, черная. Я, честно скажу, не стал заниматься энтомологией, смотреть по интернету, как правильно называется этот жучок. Для меня это не важно, потому что важнее было вот сейчас, в завершении сезона, мне быстро изготовить те приманки, которые меня попросили, чтобы можно было их испробовать. И, в принципе-то, как ни странно, вот эти приманочки, которые, вот я вам сказал, с желтым таким горчичным телом, с красной бусинкой, это имитация ручейника. Они достаточно хорошо работают. Вот здесь такие же точно, но это спайдеры. Чем они отличаются? Отличаются только лишь длиной вот этой опушки, которая наматывается вот здесь, возле нашей бусинки. Ну, они точно так же работают, потому что они также напоминают рыбе ныряющего ручейника. Ну, с жучком понятно. Если надо будет, я потом напишите, делаю фильм, изготавливается очень просто, стандартная пенка тела из даббинга, лапки из самой-самой такой мягкой лески, которая имеется, потому что у меня силикон, как бы я ни старался, но из силикона я не смог добиться пропорциональной толщины лапок для изготовления этого насекомого. Ну, я думаю, не будет сильно это рыбу беспокоить, так как леска сама по себе тонкая. Ну, я леску стараюсь не ставить в приманке, так как леска сама по себе иногда отпугивает рыбу. Но если рыба кормится, она берет даже, и фамилию не спрашивает. И что здесь еще я хотел бы обратить внимание. Это вот базеры. Это имитация всплывающего, линяющего нашего мотыля, комарика. Вот так же, такого провокационного, натурального. И, ну, в принципе-то они и есть. Горичневые, красные, зеленые. Все зависит от цвета грунта, в котором они проживают. И вот такой вызывающего оттенка тоже базер. Несколько другой расцветочки. Разные. Поэтому вы для себя тоже пробуйте, экспериментируйте. Потому что фильм этот специально для вас. Потому что я, честно, был немножечко удивлен тем, что жерех... Да, ну, галавль, понятно, жуки там прочие, десятые. Но жерех берет с удовольствием приманки, имитирующие ручейника. Или же, допустим, спайдеры. Здесь уже немножечко меня это удивило. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»